Ребят, всем привет! Я начинаю наконец-то все декорировать в доме. У меня везде такой бардак, в каждом уголку что-то стоит, что-то валяется. Я там впереди еще игрушки делаю, здесь у меня уже вот это все раскидано. Ну как раскидано все в коробках, затем я сейчас убирала весь декор, который для осени, тоже все на столе складывала. И также забила полностью комнату, где у нас гости ночуют, там все в коробках. Мы все коробки спустили сверху и получается там все в коробках. Здесь я выбрала то, что я хочу украшать наш зал. И у меня, как говорю, я наверное в каждом видео это повторяю, бело-серо-серебряные, розовые, такие вот бежевые оттенки. Может быть что-то коричневого попадется, но у меня, к сожалению, коричневого совсем мало. Сейчас быстро пробегусь, покажу, что у меня есть. Так, мне нужны обязательно свечи, стесеки, я буду смотреть, как я их буду оформлять. Затем, конечно же, нужны подсвечники, вот такие вот я недавно купила, они в таком коричневом, бежевом, в таком оттенке. Я думаю, они тоже хорошо подойдут. Они мне понадобятся, затем у меня еще вот такие вот подсвечники, подсвечники тоже есть в белом оттенке, я думаю, тоже хорошо подойдут. Так, затем у меня еще вот такие вот подсвечники, есть тоже мне очень нравятся, они в том году у меня не стояли, а в этом году они вот как раз пригодятся. Так, свечи, вот эти свечи очень старые, но я хочу их тоже в этом году использовать, не хочу новые свечи покупать, у меня достаточно, поэтому буду использовать эти. Я думаю, они тоже хорошо подойдут. Так, затем у меня вот эта вот моя красавица, которую я два года тому назад мастерила, и вот она сейчас как раз идеально подходит под мою декорацию, тоже буду ее использовать. А также мне нужны олени, у меня здесь вот таких вот два, у меня есть тоже золотые олени, но я их не буду использовать, мне нужны белые. Так, не знаю, вот этого буду использовать или нет, я его покупала на год быка, потому что это такой вот маленький бычок, я вообще хотела собирать каждый год. Ну, год быка, затем год тигра, зайца, ну вот быков было много на этот год быка, а вот тигра ни одного не нашла, поэтому как-то у меня не хватает фигурок, поэтому не знаю, буду ставить или нет, но может быть я в этом году найду зайчика, значит тогда буду ставить. И у меня их как бы два таких, один побольше, один поменьше, сейчас еще побольше покажу. А затем на моей первой работе мне подарила коллега вот такую вот красивую композицию, я ее каждый год использую, хочу опять использовать, только я что сделаю, в этом году мне не нравится, вот как вот это все выглядит, это я все уберу, ну а елки оставлю, елки прям идеально красивые для меня. Тут немного подшатывается, я не знаю, может быть как-то ее нужно наклеить взять, но очень красивая композиция, я ее буду использовать. Так, затем из новинок, из новинок у меня вот такая вот машина с мальчиком и с елкой, буду обязательно тоже использовать. Кстати, елка сзади горит и здесь батарейка вставляется и все сверкает, мне очень нравится, я наверное это буду под елку ставить. Затем, как всегда, разные коньки, еще вот такой вот олень маленький. Так, у меня еще где-то был домик белый, я вот этот только нашла, у меня еще был домик белый, но и белый я как-то не нашла, тоже буду использовать, он тоже горит, но тут еще батарейки нету. Затем, ну вот такое вот все, такие вот маленькие фигурочки тоже, это маленькие ангелок, я наверное где-то в ходную или где-то поставлю. Так, затем, что же, а здесь вот кстати, вот большой бычок, вот это маленький и большой, сочетание очень красиво, мне не нравится, я наверное их поставлю в этом году. Так, затем, как всегда, вот котики, котики буду тоже ставить, это я ассоциирую, это с нашей стеночкой, это с нашим Степочкой, они должны присутствовать в моем декоре. Даже если они по цвету не подходят, ну, кролик, кошка, это год, их и год черного кота, возьмем обязательно. Так, затем вот такой вот подсвечник, может быть пригодится, но у меня большой свечи нету. Всегда у меня в декоре присутствуют какие-то фигурки, девочки, мальчики, у меня вот такие вот, вот эти вот прям, прям идеальные, хочу их использовать. Но вот эти посмотрю, у них такой вот, даже это не золотой какой-то, может быть буду использовать под елкой, мне кажется, они хорошо подойдут. Так, в день морозов, кстати, я еще не вытаскивала, потому что еще елки нету. Здесь вот такая вот тоже елочка зажигается, у меня их таких три, вот эта самая маленькая, кажется. Так, опять вот такой вот оленчик белый, затем всякие огоньки тоже нужны. Вот у меня новинка, покупала в том году обалденные олени, они так стильно выглядят, и, наверное, их тоже буду использовать. Ну, или даже, когда, может быть, в этом году буду тоже накрывать праздничный стол, может быть, гостей приглашу, посмотрю, и вот хочу их использовать. Так, а нет, вот эта самая маленькая елочка получается, и затем вот эта вот самая большая елочка получается, здесь три штуки, и все горят. Так, они из стекла, затем, ну, затем у меня вот такое вот чудо, очень нравится, тоже буду использовать. Также здесь у меня находится вот такой вот подсвечник, буду использовать. У меня есть еще вот такой вот большой, я его в том году использовала, там без конца свечи у меня огорели под елкой, но он золотой, не буду его брать, а вот этот вот точно возьму. Так, затем у меня еще вот такие вот прекрасные елочки есть, я их тоже буду использовать. Так, вот такая елка у меня еще есть, тоже очень красиво буду использовать. Вот этот вот олень мне тоже очень нравится, мне, кстати, его дарили в том году. Фамины родители у нас в календаре, он был очень красивый. Или в позапрошлом, вот такая вот звезда красивая. Так, вот такая вот шишка красивая, тоже буду использовать. Сами есть еще, вот не знаю, что с ними буду делать, я, наверное, их перекрашу, но так очень красивые. Так, затем, вот такой вот у меня олень тоже очень красивый выглядит, знаете, со снежком. И вот такая вот шишка, это есть, я, наверное, не знаю, сколько лет, наверное, лет 15 уже. Вот такая вот она, тоже хочу как-то использовать. Так, шишки-то есть. Ну и вот такой еще подсвечник есть, тоже не знаю, буду использовать, буду использовать. Ну вот и все, это у меня, как говорю, это не все, я вот только что сейчас выбрала, что я хочу в зале видеть. Я, как говорю, чтобы все перекликалось. У меня где-то еще вот такая шишка есть, прям такая снежная. Мне кажется, это даже лучше подойдет, но тут вот такой вот розовый перелив, тоже красиво. И домик еще не нашла дело. Ну а так все, что под цветовой гаммой подходит, я вот тут все разложила. Ну а теперь будем уже все украшать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ребят, решила немного по-другому вот эту вазу уформить. Вазу я, кстати, покрасила. Видите, какая она у меня теперь красивая стала. Беленькая и серенькая она у меня. И здесь я уже поставила елки, чтобы легче было держать. Елки я это все уформила уже экалиптосом. И также сюда доставила ветки, которые у меня находятся тоже в моем адвент-крансе. Я не знаю, видно это или нет. Я не знаю, видно это или нет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok